В телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской предлагают принять участие в опросе. Какой способ оплаты проезда в льготном общественном транспорте вы используете чаще всего? Полученные в ходе опроса данные будут использованы в дальнейшем при работе профильного департамента. Опрос анонимный. Для участия необходимо авторизоваться через госуслуги. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми, единовременное пособие предоставляется выпускникам общеобразовательных учреждений, которые являются инвалидами. Напоминают в телеграм-канале департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. По вопросам выплат можно обратиться в департамент по адресу улица Некрасовская, 63, 3 этаж, 3 кабинет. Или позвонить по телефону 340 08 47. Городской департамент транспорта в своем телеграм-канале дает официальный комментарий в связи с размещением в СМИ сведений о намерениях ликвидировать муниципальное предприятие «Пассажир Автотранс». Как отмечалось ранее, вопрос закрытия предприятия на повестке не стоит. Вместе с тем, в соответствии с федеральным законодательством, с 2025 года муниципальные предприятия, выполняющие автобусные перевозки, подлежат закрытию или перепрофилированию. В сложившихся условиях, в исполнении требований федерального закона, муниципальный перевозчик будет сохранен, возможно, в составе другого юридического лица. Изучение практики других городов показывает, что по такому же пути идут Москва, Екатеринбург и Калининград. 17 мая в 16.00 в рамках проекта «Самарский академический театр оперы и балета на встречу зрителям» в Центральной городской библиотеке имени Крупской состоится концерт «Обаяние романса». Информируют в телеграм-канале Ленинского района. Солисты театра исполнят свои любимые музыкальные произведения русских композиторов. В каждом из них история любви, а иногда и история целой жизни, рассказанная стихами известных поэтов. Литературно-музыкальный вечер состоится по адресу улица Маяковского, 19. Вход свободный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова